Разная картина угроз о ситуации на фронте, планах контрнаступа и разнице между Украиной и Израилем. В последние недели из Киева поступают противоречивые заявления о ситуации на фронте и перспективах украинской армии. С одной стороны, власти и военное командование признают, что обстановка сложная, оружия не хватает и ситуация на поле боя складывается не лучшим образом. С другой стороны, в Киеве анонсируют новое контрнаступление, которое, по мнению украинских властей, должно стать более успешным, нежели предыдущее. Однако среди украинских военных оптимизма явно не достает. ВСУ считают, что картина на поле боя мрачная, а финансовая поддержка США уже не спасет Украину от катастрофы. От контролируемой до тяжелой. Что говорят в Киеве о ситуации на фронте? О том, что ситуация на фронте становится тяжелее, 14 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Ситуация на фронте во время столь горячей войны всегда сложна. Но в эти дни, особенно на донецких направлениях, становится тяжелее», – цитирует Зеленского украинское издание «Страна». Он добавил, что в Украине месяцами ждут жизненно важного пакета поддержки. Далек от оптимизма и главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. Еще в конце марта главком говорил, что ситуация на фронте контролируемая, а украинская армия даже готова контратаковать. При этом Сырский заявил, что якобы количество возвращенных в СУ позиций превышает количество утраченных. Это заявление вызвало критику со стороны украинских экспертов, которые обвинили главкома ВСУ во лжи и посоветовали соотносить свои слова с реалиями. То ли Сырский прислушался к совету, то ли приукрасить ситуацию стало нечем, но в последующих заявлениях главкома Бравады поубавилось. Так, 6 апреля Сырский признал, что ситуация на фронте сложная. «Наиболее жесткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водянова, а также восточнее Часово Яра. Часов Яр остается под нашим контролем. Все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу», – сообщил главком ВСУ. 13 апреля Сырский заявил, что обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась, сообщает страна. По его словам, российские военные активизировали наступательные действия. Они атакуют украинские позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении российские военные используют десятки танков и БМП. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности, сообщил Сырский. По его словам, противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха. Два пишу, один в уме. Чья очередь наступать? Планами очередного контрнаступа Зеленский активно делится в беседах с журналистами зарубежных СМИ, видимо, пытаясь убедить западных союзников, что Киев при сохранении военной помощи готов и далее воевать. На прошлой неделе Зеленский в интервью немецкому изданию Билд заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, который обязательно приведет к победе. В то же время украинский лидер не смог назвать конкретные сроки начала наступательной операции. При этом Зеленский заявил, что украинская армия нуждается в современных системах вооружений, в том числе и из США. Еще одно интервью Зеленский дал изданию «Политика». В нем украинский президент признал, что организованный прошлым летом контрнаступ не принес успеха. Однако следующее контрнаступление в СССР обязательно будет эффективнее. Правда, для этого Запад не должен отступать от своих обязательств в плане военной помощи. О планах провести еще одно контрнаступление заявляет и Сырский. По его словам, украинская армия намерена перейти в наступление после того, как закончится российская кампания. Одновременно с этим украинские власти заявляют, что в скором времени масштабное наступление на украинские позиции проведет российская армия. Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу «Арт» заявил, что Россия перейдет в активное наступление в конце весны и начале лета. И прежде всего продвижение российских войск следует ожидать под Донецком. «Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело», – заявил Буданов. Он отметил, что для успешных боевых действий помощь должна приходить в достаточном количестве. Характеризуя нынешнюю ситуацию на фронте, Буданов отметил, что она довольно сложная, но контролируемая. О том, что российская армия начнет крупное наступление в конце мая или в июне, заявил и Зеленский. При этом в интервью телеканалу CBS News он отметил, что Украина не готова противостоять этому наступлению. Зеленский также заявил, что украинской армии не хватает снарядов и артиллерии, и уже через месяц Украине может не хватить ракет ПВО при высокой интенсивности обстрелов. Помощь взаймы. На что может рассчитывать Украина? 14 апреля вышло очередное интервью Зеленского, в котором он заявил, что без западной помощи Украины нет шансов продолжать боевые действия. «Я могу сказать вам откровенно, что без этой поддержки у нас не будет шансов на победу», сказал Зеленский в интервью телекомпании PBS. По его словам, сегодня артиллерийские снаряды у вооруженных сил Украины и вооруженных сил Российской Федерации находятся в соотношении 1 к 10. «Можем ли мы выстоять? Нет. В любом случае, с такой статистикой они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны перейти к сравнимым числам. 10 к 10», – заявил Зеленский. На вопрос журналиста позволит соотношение снарядов 10 к 10 удержать территории или перейти в контрнаступление, Зеленский прямо не ответил. Он заявил, что Россия имеет преимущество в живой силе и оружии. Зеленский резко высказался о политических спорах в Конгрессе США касательно выделений помощи Киеву. Он раскритиковал намерение спикера Палаты представителей Майка Джонсона разделить план финансирования Украины, Израиля и Тайваня на четыре разных законопроекта. «Это чистая политика, если честно, это позор для мира. И просто позор для демократии, для всех тех, кто про демократию говорит. Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь после всего того, что произошло, на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в США», – сказал Зеленский. Палата представителей США рассмотрит вопросы о оказании помощи Украине на этой неделе. Ранее Джонсон заявлял, что предложит на рассмотрение законодателей собственный законопроект, согласно которому деньги Украины будут выделяться в кредит. Как отмечает страна, принципиально важным в плане Джонсона является то, что Палата представителей не будет рассматривать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, за который ранее уже проголосовал Сенат Конгресса. А ведь на принятие этого законопроекта настаивал Белый дом. Вместо этого Палата представителей рассмотрит инициированный Джонсоном законопроект. И если он будет принят, то затем его должен одобрить Сенат и подписать президент Джо Байден. Как минимум, это означает затягивание процесса, не говоря уже о том, что на каждом из этих этапов есть для Украины риск срыва утверждения помощи. Белый дом неоднократно заявлял, что против разделения пакета и против выдачи помощи Украине в кредит. Кроме того, еще неизвестно, в каком виде подготовят законопроект по Украине и не зашьют ли туда некие необходимые республиканцам, но опасные для Байдена нормы. Например, по противодействию миграции, отмечает издание. Что касается помощи в кредит, то в Киеве на это готовы согласиться. По словам Зеленского, у Украины нет вариантов. Правда, еще месяц назад предложение о помощи взаймы казалось украинским властям оскорбительным. Об этом пишет американское издание «Политика» со ссылкой на источник в украинской власти. Киеву эта идея не нравится. Она несколько оскорбительна для людей здесь, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, приводит «Политика» слова представителя офиса Зеленского, который побеседовал с изданием на условиях анонимности. Стоит отметить, что за последний месяц поменялась позиция Киева не только касательно военной помощи в кредит, но и присутствие натовских военных на территории Украины. Еще в марте Зеленский заявлял, что Украина не нуждается в иностранных военных на своей территории. Таким образом, он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных западных стран в Украину. Однако уже в апреле Зеленский поддержал предложение Макрона об отправке французских военных в Украину для обучения солдат ВСУ. «Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать», — заявил украинский президент. Между тем, украинские военные, судя по всему, больше не верят ни в бравых французских солдат, ни в денежные потоки из Вашингтона. Издание «Политика» побеседовало с высокопоставленными украинскими военными, которые служили под командованием экс-главы ВСУ Валерия Залужного. По их мнению, военная картина мрачна, и существует большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Правда заключается в том, что даже если Конгресс США одобрит пакет помощи Украине, этого будет недостаточно, чтобы предотвратить серьезную катастрофу на поле боя. Разная картина угроз. Почему Украина не Израиль? В последние дни в Украине активно обсуждают помощь западных стран Израилю, который в минувшие выходные подвергся ударам со стороны Ирана. США и Великобритания сбили около ста иранских беспилотников, летевших на Израиль. К перехвату снарядов над своей территорией также подключилась система ПВО и Ордании. В этой связи в Украине задались вопросом, почему Запад не сбивает беспилотники и ракеты на территорию Украины. Так Зеленский призвал страны Запада оказать его стороне такую же помощь, как и Израилю во время недавней атаки со стороны Ирана. Президент Украины подчеркнул, что Израиль, США, Великобритания, Франция и Ордания действовали сообща, и в основе этого единства – достаточная политическая воля. При этом, отметил Зеленский, Израиль, как и Украина, не является членом НАТО. Израиль не является членом НАТО и не потребовалось ничего такого, как активизация пятой статьи о коллективной обороне. И никто не оказался втянутым в войну, написал президент Украины в своем телеграм-канале. Он отметил, что небо Европы могло бы уже давно получить именно такую защиту, которая необходима, если бы Украина имела полную поддержку партнеров в уничтожении дронов и ракет. «Мы будем говорить с партнерами об этом», – резюмировал Зеленский. Однако, судя по заявлениям партнеров Киева, на Западе в один ряд Украину и Израиль ставить не намерены. По словам представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, страны-члены НАТО не могут сбивать российские ракеты над Украиной, поскольку ситуация с Украиной и Израилем отличается. «Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», – заявил Кирби. Он напомнил, что Вашингтон изначально дал понять, что США не станут напрямую вовлекаться в украинский конфликт. Аналогичную позицию высказал и глава британского МИД Дэвид Кэмерон. По его словам, прямое взаимодействие войск НАТО с российскими войсками может привести к эскалации ситуации. Вмешательство Лондона в данном контексте может привести к широкомасштабной войне в Европе. Кэмерон также заявил, что система ПВО в противодействии дроном более эффективны, нежели авиация. Поэтому Украине более важно иметь доступ к системам ПВО, в частности к системе Патриот. Вот только с Патриот Киеву тоже отказывают. На прошлой неделе глава МИД Германии Аналена Бербак сообщила, что у Берлина нет большей систем ПВО Патриот для передачи Украине. В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Европы есть около сотни Патриот, но союзники не дают Украине даже семь из них. Ни денег, ни оружия, ни даром, ни в кредит. Все лимиты Запада для Украины исчерпаны.